В американском штате Техас полиция приведена на усиленный режим несения службы после того, как в округе Кауфман были обнаружены тела местного прокурора и его жены. Это уже третье по счету убийства работника судебно-исправительной системы США за последние две недели. Власти не исключают, что речь может идти о серийном убийце, который начал охоту на стражей, на обвинителей и на высшие полицейские чины. Подробности у Евгения Маслова. Полиция, ФБР и техасские рейнджеры под усиленную охрану сегодня берут окружных судей и прокуроров штата. Власти опасаются, что в Техасе орудует убийца-маньяк, взявший под прицел верхушку судебно-исправительной системы штата. Прокурора округа Кауфман Майка Маклаланда и его супругу Синтию убитыми полиция обнаружила в их собственном загородном доме. Пока все детали следствия не сообщаются, в том числе и обстоятельства смерти. Известно лишь то, что окружные прокуроры и его супруга были застрелены. Мы приставили охрану ко всем ключевым фигурам, имеющим отношение к судебной системе штата. Мы не можем пока установить мотивы преступления, но мы не исключаем, что оно связано с профессиональной деятельностью прокурора. Главная версия проверкой, которой сейчас занимаются следователи, возможная связь между этим убийством и убийством в конце января помощника Майка Маклаланда, Марка Хосе, который также был застрелен. В его убийстве полиция подозревала членов организованной преступной группировки белых расистов «Арийское братство». Возможно, и к этому убийству отношения имеют именно они, поскольку окружной прокурор дал публичное обещание два месяца назад найти и наказать виновных. Надеюсь, что те, кто это сделал, смотрят нас сейчас. В какой бы дыре они ни прятались, они должны знать, что мы их найдем и накажем по всей строгости закона. История приковала к себе внимание нации еще и потому, что за последние недели это уже третье убийство видных фигур судебно-исправительной системы страны. В марте на пороге собственного дома был также застрелен глава департамента исполнения наказаний штата Колорадо Том Клеменс. Злоумышленник позвонил в двери, когда Клеменс открыл, выстрелил в упор. Убийцей оказался 28-летний экс-заключенный колорадской тюрьмы, который также был связан с российской группировкой. Он был застрелен в перестрелке с полицией, и связь националистов с убийством в Техасе напрямую сложно установить. Это шок. Мы пока не знаем, что случилось, и я не могу утверждать, что все эти случаи связаны. Но мы считаем эту версию пока основной. Прессу сегодня просочилась информация о том, что в деле об убийстве помощника прокурора Хосе на самом деле уже есть новые детали, позволяющие отрабатывать возможную связь между его смертью и убийством начальника управления потенциарных учреждений штата Колорадо Тома Клеменса. И эта новость лишь подогрела опасения общественности о том, что все убийства – звенья одной цепи, и за ними стоят белые расисты. Если эта версия в результате следствия подтвердится, то расследование перейдет под юрисдикцию федеральных агентов и станет самым громким делом, связанным с покушением на госчиновников США за долгие годы. Евгений Маслов, телекомпания «Артевяй».